Всем привет! Год вроде бы только начался, а уже вышло немало годных игр. Так что если ты находишься в поисках новой игры, которая поможет скоротать скучные будни, то ты по адресу. Здесь я собрал 15 самых свежих и разнообразных игр, которые уже вышли в 2021 году. А начну я с Back on Balls Chronicles. Это великолепный трехмерный платформер по кантри-болу. Наша цель воспроизвести известные исторические события по своему сценарию. В качестве героев используются шары, которые могут изменяться в размерах. Их можно кастомизировать по своему усмотрению, выбрав страну, головной убор, щит, меч и прочие элементы. После этого нас отправляют сражаться и исследовать тщательно проработанные локации. И тут радует то, что за исследования тебя поощряют всякими вещицами, что делает этот процесс реально интересным. А помимо этого присутствует много секретов и пути решения задач. Практически все можно разломать, много интерактива, много всякого снаряжения, которое влияет на игровой процесс. А еще можно играть в кооперативе, и это очень весело. Валхейм. Очень годная выживалка с морем контента в сеттинге викингов, который обильно заправлен скандинавской мифологией, жертвоприношения, рунные камни и тролли. С первых минут тебя консультирует ворон, а свою бомж Хибару ты строишь на фоне мирового древа. Действия происходят в огромном десятом мире викингов. Валхейме, который разделен на несколько биомов. Каждый со своей атмосферой, боссами и прочими врагами, которые здесь враждебны друг к другу и могут сражаться между собой, а не только нападать на нашего персонажа. Игра проработана до мелочей. Здесь даже срубленное тобой же дерево может убить, упав на персонажа. Если ты любитель веживалок, то обязательно обрати внимание. Игра еще в раннем доступе, а может уже спокойно затянуть на сотню-другую часов. При этом весит она всего 1 гигабайт. The Medium. Некая смесь Сибири и Сайлент Хила. В этой игре мы выступим в роли медиума и будем пытаться узнать всю правду о себе и постоянно повторяющемся сне, в котором убивают девочку. И если сюжет поначалу кажется вялым и непонятным, то в середине игры все начинает становиться на свои места, а концовка вызывает массу эмоций от неожиданных поворотов и понимания всего, что происходило на протяжении игры. Основная фишка игры в разделении экрана на два мира. Реальный и потусторонний. Когда, например, нужно что-то сделать в одном мире, чтобы открыть дверь в другом. На этом завязана добрая часть геймплея. В остальных случаях происходят обычные приключения между мирами без разделения экрана. В общем, советую попробовать всем любителям игр с закрученным сюжетом. Игровые уровни здесь проектированы на отлично, и это создает хорошую атмосферу. Видно, что левел-дизайнеры сделали свою работу на 5 с плюсом. А ты хотел бы увидеть все за кулисе создания игр? Или может быть опробовать себя в геймдеве? Тогда я расскажу тебе про отличную возможность. XYZ школа приглашает на курс по левел-дизайну Outblock. Этот курс для тех, кто хочет научиться создавать игровые уровни, мечтает стать профессиональным левел-дизайнером или инди-разработчиком. А также для тех, кто уже создает собственные уровни, но хочет научиться делать это более грамотно. Особой подготовки не требуется. Не нужно уметь моделировать, быть программистом или разбираться в движке. Модели и код уже готовы. А основам работы в Unity тебя научат в самом начале курса. Ты узнаешь все про метрики, блок-ауты, восприятие пространства игроками, визуальный язык, композицию, свет, навигацию и работу с разными типами пространств. А в итоге ты создашь собственный игровой уровень, который можно будет использовать в портфолио. Преподаватели. Денис Куандыков, левел-дизайнер Void Interactive. Елена Альт, работавшая в Ice Peak Lodge и Montfish. Сергей Морозов, левел-дизайнер Wargaming и мапмейкер сообщества CSGO. А также Михаил Кадиков, левел-дизайнер Crytek. Также будут лекции от других известных дизайнеров уровней. Например, от Макса Пирса, левел-дизайнера CD Projekt Red. Студенты XYZ школы устраиваются в SperaSoft, Saber, My.com, Digital Forms и другие студии. Так что, если хочешь перенять опыт работы в индустрии AAA игр или создать свою собственную игру, записывайся на курс по ссылке в описании. Ближайший курс стартует 1 мая. Бекаслд. Простая, но затягивающая стратегия. Где днем мы будем строить город, а ночью защищаться от нападения различной нечисти. Это заставляет пытаться соблюсти баланс между развитием города и развитием обороны. В развитии города приходится следить за деньгами, едой, жилыми местами и настроением жителей. Увеличивает что-то одно, проседает что-то другое. По итогу, уже в раннем доступе играется весело и даже чем-то напоминает Норсгард. А факт того, что на тебя уже через пару минут нападут, подстегивает думать быстрее и принимать более эффективные решения. Блу Файр. Достаточно сложный платформер для любителей потрепать свои нервы. По атмосфере напоминает смесь Dark Souls, Hollow Knight и Remnant from the Ashes. Здесь мы отправимся в затерянный мир под названием Пенумбра. Этот мир полон разнообразных врагов, уникальных локаций, а также головоломок и платформенных секций. Нам предстоит исследовать мир, выполняя задания дружелюбных NPC, сражаться с врагами, а также собирать коллекционные предметы и улучшения, разбросанные по всему миру. Кинг Артур Найт Стейл Еще присутствует достаточно развитая тактика. У каждого класса есть свои уникальные обилки, плюс набор пассивок. Есть механика репутации у своих сопартийцев, плюс моральный выбор. И религия, открывающая новых персонажей и возможности развития. Деваур. Кооперативный экшн-хоррор с видом от первого лица или симулятор поездки на шашлыки, где вы с друзьями в составе до 4-х человек собираетесь приготовить шашлык из 10-ти козлов. Но вам за козлов бьет и ломает лицо вегетарианка по имени Анна. За своих коз она отправит всех вас прямиком в ад. В игре мы будем убегать, прятаться, искать козлов по дому, кричать и зыди и делать все возможное, чтобы нас не поймали. Little Nightmares 2 Little Nightmares 2 Продолжение уникального приключенческого хоррора, в котором главной героиней вновь становится маленькая девочка по имени Шестая. В сиквеле, впрочем, она не одна. Вместе с ней путешествует парень по имени Мона. Выходит, почти романтическая история, но есть нюансы. В сюжете опять без пол-литра не разберешься. Чтобы дошло, нужно будет внимательно всматриваться в детали повествования и только тогда начинаешь очень много замечать. Как и в первой части, все локации великолепно проработаны с множеством деталей. Геймплей представляет собой смесь головоломок, стелса, поиска секретных предметов и беготни. Еще добавился элемент боевки. В целом, получилось даже лучше первой части. Эверспейс 2 Продолжение аркадного космического шутера с процедурной генерацией мира, в котором нас ждет огромная вселенная, открытая для исследования множество вариантов космических кораблей и оружия, а также сотни разнообразных противников, которых нужно уничтожать. В отличие от первой части, Эверспейс 2 предлагает полноценную сюжетную кампанию, в которой мы сможем познакомиться с другими покорителями космоса и больше узнать об игровой вселенной. Теперь это почти как фрилансер, с отличным графоном и механиками лутер-шутера. Наш герой получает опыт, набирает уровни и развивает корабль, навешивая на него разнообразный лут. Хитман 3 Третья часть перезапуска серии про лысого убийцу по прозвищу 47-й подводит логический конец трилогии. Финальный акт состоит из шести миссий, разделенных небольшими сюжетными роликами. У каждого задания своя исключительная атмосфера. Мы побываем на открытии небоскреба в Дубае, посетим старое английское поместье, окажемся в прогрессивном китайском городе и посетим подпольный ночной клуб на границах Берлина. Просторные и многоуровневые локации все также представляют собой большую песочницу, где мы сами будем разрабатывать план по устранению главной цели. Приключенческая 2D экшен-рпг Метроидвания в сеттинге темного фэнтези с оглядкой на Дарк Соулс. В центре сюжета девушка, которая очнулась от сна в глубине катакомб монастыря. Здесь она узнает, что мир был практически целиком выжжен дождем смерти, а ей выпала нелегкая роль спасительницы земли. В целом это очень атмосферная и стильная игра, с приятным гейплеем, красивым визуалом и отличной музыкой. Dyson Spare Program Симулятор космической фабрики в глобальном масштабе. Это удачная смесь таких игр, как Faktoria, Satisfactory и Planetary Annihilation. В итоге получилась красочная стратегическая песочница в научно-фантастическом сеттинге, где от нас требуется создавать собственные производственные цепочки на различных планетах. Игра имеет несколько сценариев и режимов свободного строительства. Главной целью в большинстве случаев является постройка масштабной галактической империи гигантских автоматизированных фабрик для добычи ресурсов и производства материалов. Это невероятно масштабная игра. Несколько звездных систем с несколькими планетами в каждой, и на которых можно построить все, что угодно. Hellish Quad Классный файтинг, посвященный дуэлям на мечах, в основу которого положены реальные законы физики и реальные техники фехтования, воссозданные в игре благодаря технологии захвата движений. Здесь нас ждет сеттинг 17 века, а также огромное количество разнообразного оружия. Палаши, сабли, рапиры и многое другое. Чтобы преуспевать в битвах, необходимо будет научиться владеть выбранным типом оружия, ведь у каждого из них есть свои преимущества и недостатки. А сражаться нам предстоит как с запорожскими казаками, так и с гусарами, татарами, мушкетерами и многими другими. Last from Beyond Продолжение необычного хоррора с видом от первого лица. Главный герой – антиквар, которого начали мучить видения о потустороннем мире, полном боли и разврата. Именно поэтому он вступает в культ, который поклоняется богине похоти. Игра вдохновлена работами Лавкрафта и Гигера, что собственно заметно в оформлении внешнего вида игры. Это довольно необычная игра с занимательным геймплеем, все прелести которого я даже не могу показать. Там творится полный пиздец. Home Behind 2 Продолжение приключенческой ролевой игры с рандомными событиями и видом сбоку. Действие разворачивается в стране, охваченной гражданской войной, в течение 10 лет. Нам предстоит возглавить группу борцов-революционеров в тылу правительственной территории и сразиться за свержение жестокого авторитарного режима. Игра смахивает на Darkest Dungeon, но в своем сеттинге. На этом наш выпуск подошел к концу. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать наши ролики. Для вас вещал канал Image Game. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok